Родственники вора в законе Лавасаглы зашили себе рты в знак протеста. Четыре родственника известного вора в законе Миндия Городзё по прозвищу Лавасаглы зашили себе рты в знак протеста и объявили голодовку у дома юстиции в Батуми, сообщает Раставе 2. После нескольких дней пикетирования госучреждений с требованием немедленно экстрадировать Лавасаглы из Турции в Грузию или в третью страну, около двух десятков человек разбили палатки перед домом юстиции и выдвинули властям ультиматум. По словам участников акции, сегодня в 15 часов ровно срок ультиматума истек, но официального ответа на свои требования они не получили. Они отложили запланированное пикетирование таможенного пункта Сарпи, заявив, что дают правительству еще один день для экстрадиции Лавасаглы. Вторая группа родственников криминального авторитета, около 15 человек, разбила палатки и объявила голодовку у прокуратуры Аджарии. На данный момент Миндия Городзё находится в экстрадиционном заключении в Турции. Лавасаглы, который разыскивался властями Грузии по линии Интерпола, задержали в октябре 2018 года в Трабзоне. В апреле 2019 года Батумский городской суд заочно приговорил Городзё к 10 годам тюрьмы за причастность к воровскому миру. Еще раньше, в июле 2018 года, Батумский городской суд заочно признал Городзё виновным по статьям пребывания лица в положении вора в законе, вымогательство, а также незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности и приговорил к 12 годам тюрьмы. В феврале 2019 года Кутаиский апелляционный суд оставил приговор в силе. По данным прокуратуры, в 2014-2015 годах Лавасаглы поддерживал связь с находящимися в Грузии криминальными авторитетами, получал от них информацию о ситуации в криминальной среде и давал указания для усиления своего влияния. Он также принимал участие в сборе воровского общака. Более того, 24 февраля 2015 года Лавасаглы позвонил автору передачи «Другие акценты» на телеканале «Расставе-2» и угрожал журналисту расправой из-за негативного сюжета о нем.